Самым известным, конечно, оборонительным бежом Ленинграда является оборонительная убежка. Здесь вы можете увидеть аккаунт. Именно это называется Ладожское озеро. Водителям надо делать уже по 5 и 6. В конце роли текстового служба стоит переоценивать. В первом случае, что он не засадок, который будет на конец, но по самому оплатили с лишним подсчетом, платили, наверное, более чем на 10 и на 12 лет. В стойме тренинг вы можете видеть знаменитые коллективы. Здесь у нас воссоздана Ленинградская локальная комната. В декабре 1941 года в этой локальной городе представляла из себя настоящий доминальный картон, поскольку в квартирах отсутствовало централизованное отопление, электричество, водоснабжение, не было очень больших проблем с коммуникацией. Как же в таких условиях вы тебя не брали? Ну что, пожалуйста, с вами... ...отапливали свои помещения в общих топливных убежищах, самодельных убежищах, получивших свое название из-за очень высокого расхода топлива. В качестве топлива использовали крива, на самом деле не первую очередь их, поскольку правительство Броди запрещало закручивать деревья ленинградским парком. Хотя этот запрет популярно нарушался, но, тем не менее, по большей части ленинградцы использовали свою же собственную деревянную. Я писал про промышленную мощь только в Москве. В общем-то, производил самую разную военную продукцию, а при степени поливета полногодних, родных и подводных годов. В витрине можете видеть знаменитый макет Дмитрия и Катюши, и крутые баски, которые производили на заводе имени Калинина, находящиеся на тот момент на территории Васильевского острова. Была, в общем-то, нормальная ситуация, когда одно представление могло прерываться более четырех раз. Такие моменты зрители театра должны были спускаться в бомбоубежище. Ну, а работники театра, в том числе и театральные актеры... Реклама 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 Редактор субтитров Продолжение следует...